Определяющая роль небесного эфира в космофизических процессах. В космофизических процессах. Это название темы. Значит, в этом случае Мария Григорьевна Виноградова, доклад, который я вам сегодня предлагаю, потому что она заболела и сама не может это прочитать, буду читать его я. Вот она пишет, что в период, обозначаемый в текстах Махабхараты первой Манватары, это 1,9 миллиардов лет назад, человечество имело представление об эфире как о свете абсолютной тьмы. В древних текстах скрытой и неуловимой причиной реального и нереального называется «вездесущий свет» по своим свойствам непредставимой в наших обыденных понятиях. Наши предки постигли тайну вечного возрождения материи, то есть ее эволюционный круговорот, непременным участникам которого видели одетая в абсолютно черное, извечно существующее излучение. Именно излучение, то есть движущаяся субстанцию вместо воображаемой неподвижной сплошной среды. Как мы теперь понимаем, люди знали, что это невидимые эфирные потоки, существовавшие всегда. Свет Солнца и звезд наши предки среди известных им излучений ставили не на первое место, так как по их понятиям относительно это временное явление, в чем они действительно были правы. Однако знания древних оказались утраченными, а на смену им пришли весьма далекие от воззрения древних концепций, не позволяющие связать в единый ряд такие явления, как оптические явления и гравитацию. В новые времена, в XVII веке нашей современной эры, была введена гипотеза механического эфира, призванная объяснить природу света. Эфир рассматривался как всепроникающая мировая среда, обладающая очень малой плотностью и крайне большой упругостью. А свет представляет собой упругие колебания в эфире наподобие звуковых колебаний, ну, немножко Ярослав Григорьевич говорит было, в воздухе, как в сплошной среде, считая эфир неподвижной средой, но различной по свойствам в пустоте и в телах. Полагали его движение только как частично увлекаемое движением атомно организованных тел. Это Френкель, затем Лоренса, в своей теории эфирона в ветрах. Далее. Механические представления были шагом назад в области космофизических знаний о сущности небесных явлений. Если от них уйти, то можно шагнуть вперед и в то же время приблизиться к мудрому миросозерцанию древних о полной взаимной гармонии взаимообусловленных форм материи. Обращение к эфиру, как к предшествующей и сопутствующей атомному веществу в форме материи и раскрытие особенностей их взаимодействия приводит к важным последствиям. Небесные тела, в кавычках, визаторе слова, плавают в эфире, в котором есть течение, вернее сказать, стремительные потоки, так как они высокоскоростные. Течение эфирной материи вызвано градиентами плотности ее потоков из-за деформирования материей небесных тел. Сам процесс атомообразования в звездах этой промежуточной стадии между эфирной и атомно-организованной материи связан с деформацией исходной материи. Даже при образовании одного диполя, нейтрона, он занимает меньший объем, чем протоны электронного отдельности. Энергетическое следствие этого явления – испускание одного нейтрина. Показано в процессе, что в процессе синтеза атомной материи с усложнением от более простых к более сложным разновидностям атомов структуры их способна самоуплотняться. Ну, примеров я от себя уже добавлю. В Библии достаточно, если внимательно читать Новый Старый Завет. То есть претерпевать деформацию объемного сжатия. Далее. Круг проблем, стержневых проблем, если с вознанием, был очерчен в том числе ролью эфира в физических свойствах всего того, что нас окружает, а именно ролью нейтрина во взаимосвязи эфира с веществом. Проблема этого взаимодействия с невидимым в кавычках агентом была поставлена еще 300 лет назад. С лишним лет назад, вот она пишет. В высказывании Исаака Ньютона в феврале 1692 года, то есть почти 17 век. Тяготение должно производиться агентом, писал Ньютон, обнаруживающим свое непрерывное влияние на тела по известным законам. Ответом на поставленный Ньютоном вопрос можно считать открытие в 20 веке эфирной частицы нейтрино. Роль агента невидимой вселенной нейтрино признана фундаментальной в создании гравитации, инерции, физических свойствах вещества и участия в ряде физических природных процессов. Ответом на вопрос Ньютона стало экспериментальное обнаружение в 1956 эфирной эфирной частицы нейтрино американскими учеными Ренсом и Коуином, подтвердившее теоретическое предсказание в 1931 году швейцарца Паули. и добавим наш российский замечательный ученый, много лет директор института галургии, разработка Афанасием Ефрем Евменовичем Ходьковым, основ космофизики и космогонии, потом, несколько позже, я после доклада скажу немножко больше о нем, которые начали публиковаться в 1988-89 году, то есть совсем относительно недавно. До этого момента верные догадки ученых о роли вездесущих и неуловимых нейтрино в невидимой вселенной сталкивались с большими трудностями. Если верно предположение, если верно предположение, что основные носители энергии во вселенной нейтрино, то может возникнуть вопрос, откуда появилось такое большое их количество? Эти сомнения оказались вполне разрешимыми. Нейтрино были всегда, всегда одной из основных составляющих эфира. Они непрерывно рождаются в процессе ядерного синтеза вещества в зонах звездной трансформации и лавинообразно выделяются при вспышке звезды в конце синтеза периода элементов. Вот здесь на картинке ее посветляем, может быть, как-то сделать верхний рисунок. Здесь изображена зона звездной трансформации. А вот то, что отделено светлой чертой полукружьем, это как раз зона, где звездная трансформация уже произошла и где вот эта часть ее сбрасывает в данном случае звезда. Потому что у звезд и у планет разное происхождение. Звезда всегда рождают планету, потому что это ее сброшенная оболочка. Вот у Марии Григорьевны здесь очень хорошо показано. Это по Юпитеру, по-моему, она показывает. Вот то, что от белой черты в левую сторону, если с вашей стороны смотреть, от белой черты, это зона звездной трансформации. Вот это все сбрасывается. Астрономы это называют, так они любят себя называть. Это возможно, три варианта. Если гравитация управляющая всем во Вселенной, везде и всюду, гравитация от слова латинского «гравит», тяжело, тяготение, три варианта. Значит, первый вариант это когда пространство вот из этой звездной трансформации получается, называется планетарная туманность. То есть там пока еще частицы плавают как туманность, как такое облако вокруг звезды сброшенной. Оно может уплотниться до планеты. Вот по-моему кто-то говорил здесь о том, что Солнце 200 миллионов лет назад сбросило очередную оболочку и эту планету будущую, если она будет планетой, называли вулкан. Может быть второй вариант. Недостаточно будет магнетических сил и будет пояс астероида. Просто не будет планеты, а вместо этого пояс астероида. А может быть настолько слабая гравитация вблизи вот этой звезды в зоне этой звезды, что вместо астероидов вообще все разуплотнится в космическую пыль. То есть пока ученые не знают, будет из этого сброшенной оболочки планеты вулкан 200 миллионов лет назад или нет. Но это вот к пояснению к этой картинке. Значит, дальше. Идем дальше. Процесс взаимодействия атома с эфиром, атом-вещество, эфир, энергополе. обуславливает инерциальные свойства атомно-организованных тел, то есть вещества, как реакцию на ускорение их движения, дающую возможность противиться ускорению. притекающий к ускорению, притекающий к ускорению, движущемуся телу, встречный поток нейтрина передает свое количество движения каждому из его атомов. А догоняющий поток не успевает. И тело от него уходит. И так возникает инерциальное ускорение, направленное на встречу движения. Кто хочет более подробно, 300 страниц в интернете работы академика информатизации Иванова Юрия Николаевича. Там это очень хорошо показано. Так, процесс, это я сказала, так, навстречу движения. Можно без преувеличения сказать, что взаимосвязь эфира с веществом определяет весь окружающий нас мир. Если бы это было не так, если бы пульсация атомов вдруг прекратилась и, соответственно, их обмен частицами вещества с нейтрино, с эфиром, частицами, простите, частицами нейтрино с эфиром, то мы не смогли бы увидеть такое вещество. Свет свободно пройдет сквозь него, а вещество станет невидимым. Мы не смогли бы осизать такое вещество, рука бы прошла сквозь него, сквозь фантом. Понимаете? Дальше. Мало того, такие атомы стали бы невысомыми и потеряли инерционные свойства. В пространстве эфира рождается новое, самая первичная форма атомного вещества, являющиеся исходным материалом строительства звезд. Атом водорода. Водородные облака, не излучающие в видимом диапазоне, обнаруживаются по радиоизлучению на волне, но она приводит здесь цифры 21,2 сантиметра с частотой 1420 мегагерц. Они предшествуют образованию водородной звезды. Для того, чтобы атом начал излучать, так, это можно опустить, идем дальше. Пространство звезды распространяется на всю область ее производных. Что здесь она подразумевает под производными? Это те оболочки и те тела, это спутники, образно говоря. Ну вот степень осведомленности населения, причем ученых тоже. Я посмотрела, когда издательство, прекрасное издательство Московское, Белый город, издало около милли... Стоит она 800 тысяч или 700. Книга большая. Прекрасная иллюстрация, все прекрасно. Но я посмотрела Юпитер, мне было интересно по Юпитеру. И они приводят данные на Юпитер, не знаю, из какого старья они это вытащили, что у него спутников 12, а их уже открыто 38. Это 90-е годы, конец 90-х годов. Ну ладно, не будем. Значит, на всю область ее производных. Параллельно с эволюцией первой звезды, по-соседству с ней, продолжается продуцирование водорода и образование скоплений новых масс водородной материи и вспыхивает вторая звезда. Я специально у Марии Григорьевны интересовалась, говорю, что все-таки в космосе, чего больше. Она говорит, одинарных или двойных звезд. Она говорит, что двойных и тройных звезд намного больше, чем вот таких одиночных, как наше Солнце. новая звезда вспыхивает. Вторая звезда вспыхивает, вступающая с первой во взаимное гравитационное взаимодействие. Появление двух соседних звезд открывает перспективу гравитационного взаимодействия как самих звезд, так и их спутников, в том числе механических перемен положения, перехода последних на другие орбиты в соответствии с законом Роша или Роша по-французски или Роша ученика Лапласа. Значит, вот об этом немножко. Перспективу гравитационного самих звезд, их спутников. Ну вот известно, что значит мы Земля и как бы ну это вот здесь по-моему присутствует Алла Борисовна Кореная, у нее тоже специальная книга есть об этом. Так вот, что касается значит вот этих спутников. Закон в небе, в космосе, среди планет и звезд примерно такой же, как в человеческом обществе. И сразу вспоминается Гераклит Пантийский, который говорил, что вверху, то и внизу. То есть Вселенная, а точнее называть это правильнее мироздание, потому что Вселенные раскрываются, разворачиваются и сворачиваются. Это ведическое знание, можно с ним не соглашаться, но нужно с ним познакомиться. Я думаю, что и тогда согласитесь. А вот мироздание, это вот то, что нас учили в свое время, что вечность и бесконечность, это мироздание, которое как салют праздничный выпускает, ну это и работы Сахарова, Андрея Дмитриевича, когда он говорил, что кубические сантиметры вещества межзвездного, но конечно его никто не взвешивал, он весит, начинает, гравитация такова, давление на него такое, что начинает весить миллионы тонн. И тогда вакуумная ткань лопается, и рождаются скопления галактик, миллионы световых лет, может быть больше, горячей плазмы. Горячая плазма это пламя свечей, это центр галактики, ну в общем, это горячая плазма, четвертое состояние вещества. А вот холодная плазма, о которой мы немножко говорим, связанная с эфиром тоже, она на порядке меньше, поэтому вот я владею эзотерическим знанием через ведическое знание, хочу сказать, что поэтому была даже какая-то тема доклада на наших конгрессах здесь, она называлась сверхстекучий вакуум, там три автора. Так вот, сверхстекучий, есть в каких-то сборниках наших, сверхстекущий вакуум, это и есть вот та самая субстанция эфирная, но это в миллиарды раз меньше, и это я философам объясняла, чем то, что они открыли в наном мире. Ладно, не будем дальше на этом останавливаться, кто захочет, я потом скажу, где почитаю. Значит, появление двух соседних звезд открывает перспективу гравитационного взаимодействия как самих звезд, так и их спутников, в том числе механических перемен положения, переходов последних на другие орбиты, так же, как в человечественном обществе, на севере особенно, это в Заполярье, если семья брата, допустим, брат погибает, эту семью, детей, все берет другой брат. Так вот получается с планетами и с большими остывшими звездами, потому что Ходьков и Виноградов в своей НКТ, новой космогонической теории, научно доказали, что из девяти планет, которых мы знаем как планеты, и сцарет, четыре остывшие звезды, это супергиганты, не планеты, но остывшие звезды, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, большие звезды. И вот, когда они остывали, то часть потяготения ослабевала их фон, и они перетягивали на более молодая, мощная звезда, перетягивала на свою орбиту, вот откуда у Юпитера 38 спутников, а Белый Город дает только 12, допотопные какие-то сведения. Так, идем дальше. Значит, продолжение продуцирования водородных скоплений приводит к вспышке очередной звезды. Вот мы подошли к этому. Сатурна, далее вспыхнул Юпитер, звезды Юпитера, и, наконец, нашего Солнца. Две последние звезды, повторю, Солнце и Юпитер, значительно отличающиеся друг от друга, ну, вы знаете, масса Юпитера намного больше, вот, похожи только тем, что почти не имеют наклона осей вращения в перпендикуляру плоскости эклиптики. В пределах, она пишет, одного-трех градусов. С появлением последнего светила Солнца Солнечная система приобретает современный вид, для которого характерно то, что она становится семейством пяти систем. с пятью звездами, одна из них действующая, как вы думаете, какая? Солнце, конечно, и гирляндами их спутников. В результате скачкообразного развития нашей звездно-планетной системы и происходящей в ней перестроек, происходящей в ней перестроек, она приобрела вот этот вид. Непосредственно вокруг Солнца, как самого массивного тела в системе, обращаются четыре, вот буквально она это пишет, бывшие звезды Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер и две производных Юпитера, то есть Марс и Земля. Вот мы рождены Юпитером и поэтому, соответственно, юпитерианские планеты, Марс и Земля, Марс наш старший брат, они имеют кислород и поэтому у нас это океаны, там на Марсе, там в Европе там, по-моему, еще что-то, пары какие-то, ну астрономы это знают лучше. Короче говоря, они кислородные. А вот 5 минут, я уже заканчиваю. А вот, значит, Юпитерианские, а когда Солнце на свою орбиту перетянуло Марс и Землю, ну у нее уже были свои, как они называют астрономы, действия, свои планеты, это Венера, Меркурий и, конечно, наша Луна. Они все углеродные, там нет кислорода, поэтому там совершенно другой состав. Так, не считая спутников Солнца, Меркурия, Венера, Луна, не считая трех колец генетических астероидов. И один, ну не будем об этом, пропускаем здесь. Так, заканчиваясь пора. Сейчас. Значит, дальше. Так. С процессом эволюции эфира тесно связано развитие любой звездно-планетной системы и сохранение ее целостности. В том числе нашей, которую мы называем солнечной. Ну что здесь, графики она приводит. Так, посмотрим дальше, что здесь. Значит, какие, что отсюда можно. Эфирные потоки, помимо нейтринных, вот это очень важно, не пропустите эту фразу, в себя включают какие-то еще неизвестные нам составляющие, еще менее ощутимые, чем нейтринные, и поэтому пока не обнаруженные. Вот это тоже нужно знать, что у нас еще впереди много чего интересного. Так, это тоже графики пропускаем. Значит, анализ взаимодействия фотонных и нейтринных потоков показывает, что многие небесные явления, считавшиеся только световыми, на самом деле зависят еще и от характера распределения невидимых эфирных потоков. Их интенсивности и связаны с природой тяготения. Это и фотометрический парадокс, и явление звездной аберрации света, явление рассеяния дневного света с характерной вертикально-лучевой структурой в дневном излучении верхней атмосферы Земли. Соотношение яркости звезды в спокойном состоянии синтеза периода. И во время вспышки, вот когда она сбрасывает эту оболочку, и в момент окончания синтеза периода, это сброс вот этой оболочки, значит, показывает, что ее фотосфера не может удерживаться у звезды сама по себе. Почему она отходит фотосферу? Ее удерживают притекающие нейтринные потоки. Так что тяготение действует не изнутри, а извне, из космоса. И только резкое увеличение внутреннего нейтринного давления в зоне синтеза, ну, зона синтеза это белая там полоса, выбрасывает всю фотосферу за пределы звезды. Так, ну, все, наверное, я заключение читаю, последняя администрация, все. Значит, заключение она пишет. Определяющий роль небесного эфира, его взаимодействие с веществом, прослеживается как основа космофизических процессов бесконечного круговорота материи во Вселенной. Будем надеяться, что дальнейшие открытия углубят достигнутые уровень представлений об эфире. И, значит, по воззрениям древних эфир, это невидимый небесный свет, играющий очень важную роль в материальном мире. Я закончила. Спасибо. Владимир Анатольевич, вы спросите, вы сможете ответить? Это вообще доклад неважный. Я попытаюсь ответить, потому что его блестящую работу, кстати, всем советую эту работу. Я, когда на одном из прошлых конгрессов купила книгу и спросила, что, он говорит, выбрать эфирный ветер. по-вашему, что такое эфир и как устроен нейтрино? Что касается устройства нейтрино, я совершенно... Эфир? А эфир это энергополевое состояние, которое может в любой момент переходить в вещественное, вот о чем говорят. Это его свойства, а как он устроен? Как он устроен, это тоже вопрос к физикам. Но я знаю... Я понял, спасибо большое. Это вопрос к физикам. Еще вопросы есть какие-то? Нина Николаевна, спасибо. Они устроены как-нибудь? Нейтрино? Да. Я думаю, что да. Ну хватит. Только они энергополевые. Нина Николаевна, я вижу, вы хотите поучаствовать в вечернем... Хорошо, хорошо. Я поучаствую в Круглоскалах, Владимир Акин. Я прочла вашу книгу и пропагандировала ее в университете финансовом. Так, Егор, пожалуйста, уберите... Значит, вам финансовые перспективы хороши. Университет финансовый...